Добрый день, дорогие друзья! С вами программа «Человек. Дело. Главные правила». Меня зовут Тимофей Кареба, я являюсь издателем федеральной сети бизнес-журналов «Человек. Дело». У нас сегодня с вами в гостях потрясающая девушка, умница, необычная, при этом основатель и руководитель маркетингового агентства. Агентство называется «Брусника», и оно является одним из, наверное, самых интересных и успешных экспертов в области брендинга, как корпоративного, так и личного, персонального. Вроде бы это как сейчас какой-то тренд, но вот это насколько нужно, насколько это эффективно, повышает ли это в предприятии доходы или нет. Сегодня будем об этом говорить, и один из главных вопросов, конечно, для нас, это вот правда, это просто дань моде, западной моде, или это действительно повышает эффективность. Техи, добрый день, точнее добрый, ну, попить, добрый питерский вечер. Сейчас у нас круглосуточный день. Да. Одна из, как-то, летучих фраз про тебя – это самый ягодный маркетолог. Да? Да. Ну, понятно, это по названию агентства «Брусника». Да, конечно. А ощущения от своей ягодности какие? Ну, для меня это была история про некий креатив. Это как раз был один из первых шагов личного брендинга, когда нужно было понять, о чем я вообще выделяюсь на рынке, и я стала мониторить, кто у нас есть необычный. Предположим, у нас есть Андрей Рябых, интернет-буржуй, или Ярослав Андреев, эльт-торговец. Здесь встречались девушки с таким легким позиционированием бизнес-фея или бизнес-умница, и мне показалось, что это будет такой нужной ягодкой на торте, придумать себе какую-то такую историю. И я стала думать, в чем моя особенность, в чем я хороша. Хороша я в том, что у меня есть свое агентство, оно называется «Брусника», и мы позиционируемся как витамины для бизнеса, поскольку маркетинг – это не антикризисная история, когда нужно спасать бизнес, а маркетинг – это история про то, как сделать бизнес более здоровым и более успешно развивающимся. Правильно ли я понимаю, что поначалу основные мысли были по поводу продвижения, брендинг, торговые марки, эмблемы, логотипы, правильное продвижение в тех или иных каналах, личные брендинг, персональные еще и консультирования людей появились позже. В моем случае? Да, в случае агентства «Брусника». Как раз наоборот, вышло, что бизнес у меня вырос органически из того, что я была успешным фрилансером. Я попала, наверное, в первые несколько сотен СММ-специалистов России, когда в 2010 году начала это изучать, в 2011 уже стала продавать на фрилансе как свои услуги, и из услуг по СММ появился маркетинг, появился дизайн, появились какие-то специалисты, с которыми мы работали, и я обнаружила, что у меня уже агентство, и что у нас уже несколько человек, и, в общем-то, нужно как-то это регламентировать. И мы уже сидим в офисе, у нас же компьютеры, планшеты. Откуда все это появилось? В офис мы до сих пор всей командой не сели, многие работают на удаленке, поскольку не очень понимаю, зачем гонять людей ради надзора, если сама не люблю бывать в офисе. Но да, команды, особенно когда был какой-нибудь корпоративный праздник, и нас с проектными ребятами собиралось 20, и я думала, это все мое. Поэтому сначала был личный бренд, а потом из-за этого появился бизнес. Я понимаю, что твой ответ на мой глупый вопрос, связанный с тем, а нужно ли заниматься личным брендом, он будет положительным сразу же. Но, тем не менее, правда, мне реально не очень понятно, всегда ли. Потому что в значительной степени, сколько бы мы в качестве редакции не обращались к предпринимателям, владельцам, генеральным директорам, очень мало персон такого статуса думают о том, что им нужно лично продвигаться. И это же ведь не в характере русского человека. Нужно ли так упорно заниматься личным продвижением? Я, наверное, даже возьму и отвечу вопреки. Я могу сказать, кому не нужно заниматься личным брендом. Если человек прямо чувствует сопротивление, при этом фирма его успешно работает на рынке, и у него достаточное количество прибыли, он удовлетворен той прибылью, теми продажами, той рекламой, которая у него есть, и тем соотношением вложений и возврата инвестиций на рекламную деятельность, возможно, личный бренд и какая-то блажь для него, ненасущная необходимость. Но при этом для тех, кто хочет всерьез как-то либо сократить бюджеты, либо увеличить эффективность рекламы, личный бренд – это сегодняшний must-have. Давай переведем эту фразу. Насущная необходимость. То есть это тот канал, которым нужно заниматься, как сейчас уже большинство специалистов, делающих свой бизнес, предпринимателей, владельцев бизнеса, не сомневаются в том, что маркетинг или реклама – это важно. Они не сомневаются в том, что важны продажи, какие-то скрипты, CRM-системы, хотя еще 10-20 лет назад могли по старинке как-то на бум действовать или выбирать какие-то только рекламу или только продажи. Вот сейчас пришли те времена, когда личный бренд – это тот инструмент и те каналы, которые способны увеличить и прибыль компании, и сэкономить бюджеты компании. Меня, собственно, в этом уговаривать не надо, потому что мы в этом уже почти 20 лет. Мы помогаем людям сделать облик компании более открытым, более публичным, более, как-то там сейчас, не очень мне нравятся все эти англицизмы, но тем не менее, френдли, да, более дружественным. И от этого действительно экономятся бюджеты рекламные, когда люди в любой секторе B2B или B2C понимают, что вот руководитель такой, смотрите, какой он там просто… Импонирует как человек. Классный, да, сильный, профессиональный, или там пай, мальчик, или там красотка, фея, девушка. И этого почему-то привлекает и привлекает клиентов. Но все-таки я думаю, что в реальности нужно очень как-то серьезно ответить людям на вопрос «а зачем?». Вот правда, зачем? И не может быть один ответ, если я правильно понимаю, не может быть такой «а вот это повышает там продажи». Наверное, должно быть еще что-то, и второе, и третье, и четвертое. Ну, первое вообще, с чего можно задуматься о личном бренде, хотя бы вот в минимальном объеме работ именно у бренди-руководителя, об его имидже, то, что наш социум устроен так, что если человек относительно хотя бы публичный, то есть у него есть люди, с которыми он коммуницирует, он берет ответственность, он принимает решения, то имидж у него есть в любом случае. И если мы не занимаемся имиджем, то он неуправляемый. Если мы обращаем на него внимание и начинаем контролировать эту область нашего проявления, то имидж становится контролируемым, управляемым. В этом случае мы можем сами выбирать стратегию, дорогу, а неуправляемый всегда будет работать против нас, и рано или поздно он будет вызывать некое сопротивление нашего бизнеса. Мы будем хотеть каких-то контрактов, выступлений, договоров. А вот этот несистемный имидж может сработать так, что нас не будут хотеть туда, и нам придется прилагать сильно больше усилий, чтобы чего-то добиться. — Только хотел сказать, что очень часто бывает так, что если ты чем-то не хочешь управлять, но это существует, этим хочет управлять кто-то другой. Поэтому если ты, ну так, чисто по-мужски, если ты не хочешь следить за тем, как ты сам одеваешься, то за этим начинает следить твоя супруга. — Это, слава богу, если она берет это в свои руки, как правило, все-таки жены предпринимателей, ну, имеет какой-то вкус, а если он еще и супругу не допускает, то имидж вообще хаотичный, и за спиной этим имиджом начинают управлять сотрудники, и, в общем, не в плюс это владелецу бизнеса, как правило. — Хорошо, тогда все-таки давай попробуем ответить на вопрос, зачем. Что это может дать? — Здесь мы можем рассматривать историю в нескольких направлениях. Все они связаны с воронкой продаж. Я думаю, что любой предприниматель ее представляет, и любой зритель-слушатель нашей передачи, нашего диалога, тоже может ее либо представить, либо нагуглить. Это модель, которая вообще объясняет, как взаимосвязаны маркетинг, реклама, пиар, СМИ, разные точки контакта уже в социальных сетях, рассылки, мероприятия, количество запросов, сами конечные продажи. И в целом на каждом этапе воронки продаж человек с личным брендом может получить, просто занимаясь системно-личным брендом, увеличение прибыли примерно от 5 до 20% за счет того, что люди, скажем, в начале воронки продаж быстрее запоминают его и его компанию. Далее они быстрее проникают с его ценностями и испытывают симпатию. Они охотнее читают, употребляют тот контент, в котором есть живые люди, в том числе присутствует сам предприниматель. Они относятся с большим доверием к продукту или услугам компании, и они охотнее закрываются на продаже, часто даже через личные продажи, минуя всю эту рекламную волокиту, они идут напрямую уже, ну, либо к руководителю с какими-то сделками, либо именно на его репутации. В свою очередь, неуправляемый имидж, имидж отрицательный, он может создавать наши рекламы, нашему взаимодействию по всей воронке продаж сопротивления. Мы будем еще и терять те же 5, 30, а то и 50% возможной прибыли за счет того, что у нас репутация, которая работает против нас. То есть, иными словами, если ты человек публичный, ты либо занимайся управлением своего персонального бренда, либо вообще перестань быть публичным. Да, либо это вот совсем серый кардинал, есть некое физическое лицо, которое имеет некое отношение к юридическому лицу, но компания продвигает сам бренд, то есть есть некий лейбл, некий логотип, некое название, ценности компании, фирменный стиль компании и некие другие, то, что можно сказать, говорящие головы, представители компании, которые являются замами, пиарщиками, маркетологами. У этого будет и какой-то плюс, поскольку бренд без людей сейчас практически уже не мыслим, все равно люди ждут какого-то персонального проявления, но и слишком большая привязка. И мы, например, могли это дважды наблюдать с компанией Мегафон, когда сначала компания Мегафон в север-запад не могла быть мыслима без Цыпкина. Но это только в сфере пиарщиков. А так-то она нормально могла быть мыслим. Для большинства людей, которые были абонентами… Да нет, понятно, здесь имеется в виду, да, не абоненты, а именно какие-то партнерские взаимоотношения, где Цыпкин, там Мегафон, потом пришла Кармен Маджиева, да, если не ошибаюсь, и где Кармен, там Мегафон. Вот сейчас, когда они уходили… Да, но всё-таки не с той интенсивностью, как у Александра, да. Ну, тут опять же пришло новое поколение пиарщиков, но суть в том, что это… Да, не пример того, что вся страна не представляет Мегафон без Кармен, либо без Александра. Это про то, что слишком велика вот эта вот связь, вот этот симбиоз человека, который представляет компанию компанией. И если мы говорим не о такой глобальной компании, и даже не о локальном проявлении в регионе и в каких-то корпоративных кругах, о более мелком бизнесе, о малом бизнесе, о среднем бизнесе, получается, что все идут на человека, который не является владельцем. В тот момент, когда человек уходит в другую компанию, всю лояльную аудиторию он уводит с собой. Он может не красть базы, да, и не открывать свои филиалы, но люди симпатизируют ему, и вы не можете ему юридически предъявить права на эту симпатию. Вот я понимаю, когда в малом бизнесе, и даже иногда там отчасти в каком-нибудь нижнем сегменте среднего бизнеса, где руководитель по-прежнему остается, то есть владелец по-прежнему остается руководителем либо председателем среднего директоров, что особенно в среднем бизнесе уже не очень хорошо, конечно, но тем не менее. Он, понятно, во что он вкладывает деньги, вот в продвижение себя, компании, и он не переживает. Но средний, особенно там крупный бизнес будет сильно переживать, если руководители компании начинают так тянуть на себя. И это правда реальная угроза. Об этом тоже неплохо бы поговорить, но возвращаясь к вопросу «Зачем?». Мы столкнулись с тем, что правда, ну правда это было очень давно, там лет 25 назад, что действительно через эмоциональный человеческий образ любой какой-то конкретной персоны можно подавать компанию быстрее и лучше. Это все еще работает. Да, да, прекрасно работает. Мы это осуществляем в каждом номере с большим очень успехом. Но там есть и другие задачи, которые попутно решаются. То есть внутренняя производительность труда. Сотрудники, которые через публичность, управляемую публичность, через вот это развитие персонального бренда, который нравится, им тоже начинает нравиться руководитель, и у них хочешь не хочешь, а отношение к себе, к другим сотрудникам, к партнерам, оно и меняется в лучшую сторону. К оборудованию, ну и поэтому производительность повышается. Это же происходит с друзьями, это же происходит с домочадцами, да, то есть с семьей, в семье. Если супруге нравится, как выглядит ее супруг в СМИ или в каких-то документах, ну еще в чем-то, да. И то же самое, ну да, то есть если супругу нравится, как его супруга двигается по карьерной лестнице, как она выступает, это приводит часто, ну просто к улучшению семейных отношений. А у нас, простите, 80% распадающихся браков. Это тоже иногда влияет в положительную сторону. Здесь мы даже выходим за тему личного брендинга, приходим к теме имиджа, потому что имидж — это некий осознанный управляемый образ себя, какая-то картина красивого себя, которую мы несем в мир. И это как пропускная карточка, это некая карточка вип, когда за счет того, что ты знаешь, что ты хочешь сказать собой, всем собой, понимаешь, зачем ты здесь в этом мире, либо своё предназначение, что именно ты транслируешь через внешность, как ты это транслируешь, кому транслируешь, понимаешь вот эти механизмы, ты начинаешь вместо какого-то общего хаоса транслировать структурную информацию, которая другим представителям социума, неважно, близким, далёким, она кажется более вкусной. Мы живём в век избытка информации, и каждый раз упакованная информация, структурированная, с понятным каким-то оформлением, она вызывает приоритет внимания, немножко сложно говорю. Суть в том, что мы обращаем внимание на цельные образы и выделяем из них симпатичные нам. В любом случае, если мы возьмём несколько хаотичных человек без имиджа и несколько с имиджем, даже если имидж нам не близок, то всё равно мы выделим сначала людей с имиджем, а дальше уже между несколькими людьми с чётким имиджем будем выбирать людей, которые нам импонируют, которые через одежду, через какие-то тезисы, через поведение говорят «я свой, я делаю то, что тебе близко». Понимаю, и тут мне возникает вопрос, красивый я должен быть или настоящий я должен быть? А кто сказал, что это противоречит? А я тебе могу сказать, почему это противоречит, потому что очень многие руководители, которые, в частности, и нам, например, заказывают материалы про себя и про компанию, они старательно говорят «здесь нам животик уберите, здесь вот мы, здесь ручку вот так вот сделайте, здесь меня вот так подвиньте, здесь выедините, а здесь напишите про меня, что я был такой-то, такой-то». Это очень часто, реально очень часто. Так вот вопрос, красивый или настоящий? Я, пожалуй, здесь за золотую середину, но я хочу оговориться, есть ниши, ну, будем смотреть правде в глаза, хочется сказать про настоящих и такие, помахивая белым пальто, уйти в закат, но мы говорим о маркетинге, мы говорим о продвижении, о пиаре, и это все дети пропаганды, да, это все некие нюансы социально одобрения, пропаганды отдельно взятых фирм или персон, мы должны быть подходящей для своей целевой аудитории, и вот в той же политике или в том же шоу-бизнесе персональный бренд не всегда подразумевает нас настоящих. Но если мы не работаем на такую большую структуру, да, на такую большую социальную машину, а у нас какой-то средний скромный бизнес или даже большой бизнес, но мы не вершим судьбы и не лезем куда-то в политические структуры, то здесь я за то, чтобы человек был настоящий, но не мешает его немножко отретушировать, потому что настоящий же это не тот, кто проснулся после вчерашнего пива и забыв поменять постельное белье накануне. Настоящие мы разные, самое главное это ценности, стремления, ну и какие-то внутренние проявления. А дальше мы начинаем немножко такую дисциплину, то есть мы же настоящие какие, те, которые объедаются сладким на ночь или те, которые утром встают и идут на пробежку, и тот, и иной мы, это результат усилия какого-то или безволия. Ну, подожди секундочку, значит, я иду утром на пробежку, это красивый, но при этом настоящий. В том-то и дело. Если я одеваю обыкновенный, простите, адидасовский костюм, ну там потертый, я не знаю, уже год в нем бегаю, да, я настоящий, ну вполне более-менее симпатичный. А если я для этого, для того, чтобы меня сейчас сняли, покупаю специальный какой-нибудь найковский костюм, он на мне блистает, и у меня там мега белые кроссовки, и я бегу в эту пробежку, это уже не настоящий. Я и спрашиваю, вот настоящий или красивый? Когда мы говорим о серьезной работе личным брендом, то это не только несколько текстов автосессии, делегировать своему пиарщику всю работу, специально купить модный костюм, чтобы в нем прибежаться перед камерой, а это ежедневная работа по достижению лучшей версии себя. То есть личный бренд – это безумно интересный квест, но это то, во что нужно вписываться, понимая ответственность. Каждый день мы должны делать несколько шагов к будущему себе, к некому идеальному себе, которого мы себе представляем, исходя из наших целей, задачи, конечно же, ресурсов. То есть, ну, Тимофей, тебе не стать темнокожим брюнетом вот завтра, а мне не стать длинноногой худой 20-летней красоткой, потому что фактура и формат не та, но мы можем понять, каким я могу быть, каким я могу быть красивым в своих глазах и в глазах социума, и что я могу для этого сделать. Я понимаю. Где-то это… Ну, все-таки. Это баланс. Ведь мы возьмем любого… То есть, все равно костюм найковский на утреннюю пробежку, когда меня снимают, покупать? Ну, как вариант, если это импонирует ценностям, но дальше продолжать бегать. В этом же костюме. Ну, да. Хорошо. Давай так. Ну, время программы не резиновое. Давай перейдем прямо вот к жестким вопросам, связанным с деньгами. Ты говоришь, вот с помощью этого можно плюс 20% воронки продаж. Значит, вот если я там зарабатываю через что-то, не знаю, через производство или через какие-то услуги, зарабатываю свои 100 миллионов, значит, хопа, 120 миллионов. Ладно. Посчитал наш слушатель, зритель, читатель, да. Ладно. А вдруг мне для этого нужно еще 20 вложить или 30? Где тут выгода тогда? Работа с личным брендом, как, наверное, любой новый маркетинговый инструмент, она, несомненно, требует инвестиций. Но если вовлекаться лично и делать всю систему, то они в течение полугода-года начнут возвращаться. И не обязательно сразу нанимать команду из 60 пиарщиков, как если бы мы, опять же, ушли в большую политику и уже немедленно претендовали на пост президента. А достаточно… Сейчас я продумаю, расскажу алгоритм и дальше подумаем, какие-то могут быть цифры. Давай так. Если у меня доход в год до 50 миллионов, сколько пиарщиков, которые занимаются лично моим персональным брендом, должно быть. Ни одного, один, два. В принципе, это может быть один или два человека, которые отвечают за главную стратегическую линию. То есть мы должны вообще понять, а что мы будем делать. И вот масштаб, что мы будем делать, он может разниться. Есть предприниматели, которые тратят пару часов в день, чтобы заниматься собственным блогингом и не забывать периодически давать комментарии в СМИ и ездить по интервью. Есть предприниматели, которые не хотят настолько много коммуницировать, но у них есть, предположим, персональный помощник, который является продолжением их сердца, их правой рукой, продолжением их головы. Это всех касается. Я бы хотел спросить в какие-то стадии. Если у меня уже заработок у компании в год больше, чем 100 миллионов, пусть к 500 миллионам, это какая уже команда должна быть? А мы начнем не в такой корреляции. Давай я лучше расскажу, как это можно сделать. И дальше человек уже по собственному качеству жизни решает. Сколько это стоит? Вот ежегодно. Сколько надо вложить в это еще денег? Давай начнем с системы и посчитаем по пути все-таки. Потому что сколько это может стоить? Ну, там от 5 тысяч до 5 миллионов в месяц. Давайте так, слишком большая вилка. Но если мы подумаем про алгоритм, сначала мы делаем стратегию личного бренда. Куда мы идем, что мы идем, в какие каналы мы можем пойти, какие ресурсы использовать, где у нас связи, в каких СМИ у нас работают друзья, какие соцсети нам нужны для нашей целевой аудитории, в каком мы в конце концов живем регионе. Это Петербург или Москва, где ты уже завтра выступаешь на профильной конференции? Или это какой-нибудь там Южно-Сахалинск, где тебе все равно придется лететь в Центральную Россию? Давай хотя бы пример. Возьмем Питер, возьмем меня, возьмем твое агентство брусника, я приду и прихожу, говорю, ребята, ты сделай пожалуйста мне стратегию. Сколько будет стоить? Стратегия, она составляет где-то в базе от 70 до 200-300 тысяч рублей. Почему такая вилка? Потому что это может быть предприниматель с понятным бизнесом, с понятной стратегией, или это может быть предприниматель, у которого непосредственно в его бизнесе, в маркетинге полный бардак, и нам нужно сначала понять, а куда бизнес должен идти, и куда предприниматель должен этот бизнес вести. Какой опасный у нас микрофон. Нет, ты можешь продолжать размахивать руками, это хорошо. Пошла энергия, главное его не сбить. И значит, я прихожу, ну допустим, берем что-нибудь средненькое, 1150. Значит, сначала стратегия мне будет, у тебя стоит 150, да? А дальше? Дальше мы уже понимаем, а что нам, исходя из этой стратегии, нужно сделать? Нужно ли заняться именно визуалом человека? Я бы тебя к стилисту отправлять не стала, у тебя все прекрасно. Но бывают люди, которых хочется провести по магазинам, чтобы им подобрали одежду, образы. И здесь я тоже говорю, мы не про то, чтобы купить серых, одинаковых, безликих, неудобных костюмов. Мы про то, чтобы человек в этой одежде раскрылся, задышал и почувствовал себя, модное слово, в ресурсе. То есть, эта одежда была бы его продолжением. В ресурсе это что? Чтобы ему было легко, хорошо? Чтобы было много энергии, чтобы он чувствовал, что его не загнали в рамки, а наоборот, это как некая поддержка для него и того, что он говорит, делает, видит, куда идет. История со стилистом. Ты тогда говорила просто от 5 до 5 миллионов, да? Или скольки-то там, да? От 5 тысяч до 5 миллионов. Да, это в месяц. Это по-всякому. Это очень смешная. Это от 5 тысяч до 5 миллионов, это когда ты не можешь общую таблетку дать. Если кто-то занимается, он не может человек за 5 тысяч в месяц заниматься реальной работой. Мне кажется, это не… Это может быть персональный помощник, которому человек просто наговаривает аудиосообщение, и этот человек эти аудиосообщения переводит в текст, немножко переукрашивает, выкладывает в Инстаграм, например, или на корпоративный блог. То есть, на самом деле, если это предприниматель, у которого, не знаю, маленькая школа английского… Но это не штатный сотрудник, скорее всего, да? Это какой-то фрилансер. Или у тебя сидит человек, который работает еще на 5 клиентов. Это даже не агентская история про 5 тысяч. Это, конечно, мы просто нашли какого-то толкового молодого человека или девушку, которая… Сколько, в общем, чтобы нормально, серьезно, чтобы стратегия это реализовывалась, сколько в месяц нужно тратить? От скольки? От 50, от 100 в месяц? Я думаю, что по Петербургу это, может быть, если это свой специалист или фрилансер, ну, где-то, не знаю, тысяча от 30, если это агентство, то, наверное, тысяча от 50-70. От 50-70. Отлично. Могу ли я здесь сэкономить денег, то есть потратить на себя, продвигая через себя компанию, те деньги, которые я сначала думал тратить там на продвижение через рекламные модули, через какие-то, ну, не знаю, там, изменения документации, которые у меня там есть в компании. Могу вот эти деньги там на продвижение компании, которую все время тратил, там, потратить на это? Я думаю, что да, потому что если мы даем безликий модуль в какое-нибудь издание, то это имиджевая реклама, и мы должны полгода или год появляться на этих страницах, чтобы нас, в принципе, стали как-то идентифицировать. Но если это будет в том же журнале за, там, те же деньги, модуль с изображением директора и какой-то интересный контент и рассказ, то конверсия внимания и конверсия в желание что-то купить, обратиться в компанию, она немедленно растет. Или если это профильная конференция, и мы не просто потратили 80 тысяч, чтобы встать там со стендом, поставить длинноногих красоток, раздавающих флайеры, а на этой же профильной конференции выступает руководитель компании, то и дает полезный контент, полезный материал, не просто рассказывает «мы, та-та-та, 15 лет, та-та-та на рынке, та-та-та, конвейеры, та-та-та», а он рассказывает о решении каких-то проблем, например, потенциальных клиентов, о поиске каких-то интересных методик для этих клиентов, то, собственно, та аудитория из тех там 50 человек в зале, как минимум 10-20 им заинтересуются, как минимум 5 к нему подойдут, как минимум двое после этого станут клиентами запросить какие-то договора на услуги, именно потому что этот человек харизмой и конкретикой сделал выход на это мероприятие куда более эффективный, чем очередные промо-девочки с флайерами. Нет, мы правда заметили, в журнале это точно, что с рекламными модулями все плохо, мы их даже перестали практически продавать, ну в том смысле, что когда люди сами просят, у них программа такая рассчитанная, там несколько изданий, либо несколько появлений там в издании, это остается, но это уже какое-то, это мало, это хуже воздействует, а вот продвижение компании через руководителя, как через эксперта, как через успешного руководителя, успешного предпринимателя, выдающегося там мыслителя, еще кого-то, это, конечно, вот это есть и это работает и запрос на это есть. Здесь еще нюанс в том, что нам всегда видится, мне кажется, не просто так, что человек это более ответственная персона, то есть если у нас есть бренд, который спрятался вот так вот за логотипом, и оттуда только ножки торчат, людей, которые этот бренд держат, и вот мы говорим, извините, пожалуйста, у нас есть проблема, и люди такие с этим логотипом, извольте звонить на телефон справочной линии, а там, говорит, а мы не знаем ничего, извольте писать на телефон службы жалоб, а там не отвечают, и человеку не пробиться, он чувствует себя брошенным, обманутым, ну, явно не добавляет лояльности, если у нас есть конкретный человек, мы можем в какой-то момент прийти и к нему в блог написать, Тимофей, вот читаем давно ваш журнал, просили написать на такую-то тему, а вы не пишете, в чем дело, Тимофей скажет, точно, вот давайте следующий номер выйдет, и сразу лояльность и к Тимофею, и к журналу, и хочется дальше читать его, выписывать, если есть платная подписка. И никто же не знает, что Тимофей сам блог не ведет, а ведет как девочка за 10 тысяч рублей. Да, но девочка звонит Тимофею, говорит, Тимофей, у нас вот следующий вопрос, Тимофей говорит, ответим следующие вещи, и что я уже взял это в работу, то есть все-таки, говоря о личном бренде, мы говорим о необходимости вовлекаться, и совсем девочка за 10 тысяч, и даже 5 девочек за 150 тысяч не заменят личности владельца или предпринимателя. Когда к тебе приходят с запросом, что я вот хочу там персональный бренд, ну что, у всех есть, и пусть у меня будет, ты с чего начинаешь? Либо со стратегией, либо со стратегической сессией. Это непонятно. Непонятно. С вопроса, какого ты начинаешь? А, с вопроса, какого я начинаю. А, собственно, а кто вы, чем вы занимаетесь? И очень часто люди с многомиллионными бизнесами не могут толком ответить. Вот, ну, подойди ко мне кто-нибудь, и я скажу точную фразу, что я самый ягодный маркетолог, владелица агентства Бросник и специалист по личной коммерческой систематизации или там по личному коммерческому брендингу, ну, в зависимости от там нюанса, от задачи, и как минимум я маркетолог и предприниматель, если надо кратко. И понятно, с чем и зачем можно ко мне идти. А тут люди начинают говорить, ну, у меня там вот, короче. Да я прям знаю этих людей, их очень много, они даже когда подходят знакомиться и визитку отдают, вы кто? Ну, я тут, Максим, Вася, Петя, Маша, и все, и непонятно. Вот аппаратура, да. И бух, сразу отношение к компании через такого руководителя. Это, но это вот потому, что у людей, у самих не собрана той самой информации, которую они должны были отнести. И это можно сравнить с человеком, который набрал вот полные руки всего и пытается эти ценности отдать. Там и вчерашние игрушки, и папины чемоданы. Такой, возьми это, и все из рук валится. Какие основные ошибки люди совершают, когда приходят и говорят, а вот хочу персональный брендинг? Часто нет ответа, зачем. То есть это тренд, что-то я слышал, где-то вот мне посоветовали. Еще хорошо, когда человек приходит и говорит, я хочу личный бренд. А часто человек приходит и говорит, нам нужен канал на Ютубе. Или я хочу популярный Инстаграм. А зачем? А кто твоя целевая аудитория? Ну, ну, в смысле, не знаю, хочу канал в Инстаграм. Чем ты занимаешься? Ну, у нас сложное оборудование, мы придаем что-то там для РЖД. Кому ты хочешь что-то рассказывать в канале в Инстаграме? Это собирательная история, но похожих историй много. Одно дело, не знаю, девушке-косметологу делать канал в Инстаграме. И это очевидно, там много ее целевой аудитории. Другое дело, приходит там мужчина такой лет 30-35 и хочет в Инстаграм, потому что это модно. Бьюти-обзор. Мужик. 40 лет. Но он-то хочет, чтобы Инстаграм влиял на его продажи, на его личный бренд. Да-да-да. Какие еще ошибки люди совершают? Что еще может быть? Непонимание вообще маркетингового курса своей компании. То есть, например, компания, опять же, завод какой-нибудь не сильно экологичный, а у него блог про, не знаю, ЗОЖ, ВЕГАН, там, спорт. Просто бездумное вложение в разные инструменты без контроля. То есть, сегодня он на каком-то мероприятии выступает, завтра он вписался в какой-то вебинар, послезавтра он потратил 200 тысяч на модуль. Но это все разрозненная информация, что он хотел этим сказать, кому он хотел этим сказать. У него понимания нет. И получается, что это трата денег, но она такая залихватская, что лучше бы он просто сходил в баню с партнерами на эти деньги. А у тебя есть три таких вот главных правила, о которых ты всегда партнерам, клиентам говоришь? Приходит заказчик и говоришь, ребята, смотрите, три самых важных, фундаментальные. Номер один, номер два и номер три. Это, пожалуй, алгоритм работы с личным брендом. Не бежать, не делать продвижение, пока мы не ответим на первый вопрос. Собственно, кто я, как это должно звучать, как это должно звучать всегда, что я делаю, какая моя миссия и какая моя аудитория, и что я хочу ей рассказать. Вот пока эти вещи не проработаны, а это и есть основа стратегии. Не надо тратить деньги, бежать делать модули, записываться на мероприятия и вкладываться в 15 разных стилистов. Сначала ответить на это. Дальше появляется понимание четкого пути. И дальше хорошо бы сделать то, что называется медиапланирование, может быть, коммуникационной стратегии. Понять, а в какие каналы мы пойдем за этой целевой аудиторией, сколько денег мы там потратим, и что мы хотим сказать, и какие мы будем видеть наш результат. Даже если мы не можем увидеть его сразу в цифрах и в деньгах, а все-таки личный бренд, он как и пиар, его невозможно померить быстро, сразу, а иногда и никогда нельзя померить. Это вещи, которые годами возвращаются к вам, но не всегда в четком отслеживаемом эквиваленте. И только после того, как эта стратегия коммуникационная понятна, прописана, и мы понимаем, чего мы ждем и сколько мы вкладываем, тогда мы начинаем заниматься каналами продвижения. И я обычно рекомендую клиентам не пытаться бежать впереди паровоза. Почему? Потому что личный бренд, он очень сильно связан с нашей психологией. И от наших собственных ощущений, от нашего количества энергии, сил, от наших ограничивающих убеждений зависит, насколько мы будем в нем успешны, насколько он будет нам возвращать наше внимание, инвестиции и деньги, насколько мы вообще будем им заниматься или бросим по пути и сделаем наш имидж еще более неуправляемым и хаотичным посреди дороги. То есть вроде бы начали и, в общем, начали за здравие, кончили за упокой. Вот чтобы этого не было, должна быть вот такая система. Люди не приходят, они говорят, все, ладно, мы готовы вот эти деньги вкладывать, обеспечь нам, пожалуйста, плюс 20% в воронке, как ты говоришь. Не было таких запросов? Нет, но тут, я думаю, мы сделаем реверанс и скажем мне это как-нибудь вы сами. С другой стороны, нет. Иногда мы говорим, а у вас есть такая CRM-система, которая позволяет рассчитывать эффективность пиара, вот чтобы вы нам еще к ней дали прозрачный доступ? Обычно CRM-система, в принципе, если у клиента есть, то она в хаотичном состоянии. В лучшем случае она отслеживает эффективность контекстной рекламы. Поэтому, да, конечно, давайте мерить, давайте экспериментировать, но дайте нам инструмент с прозрачной аналитикой, чтобы мы это могли как-то фиксировать и делать. А ты можешь назвать несколько предпринимателей, которые с твоей точки зрения очень неплохо следят за своим брендом, за то, как и с чем они продвигаются? Сейчас я соображу. Нужно, наверное, разного масштаба, да? Ну, желательно, ну, обязательно. Конечно, первое, кого мы вспоминаем, например, не просто предприниматель, но и политик Ксения Собчак, но вот это как раз человек с отделом пиарщиков. Можно более скромно встретить того же Андрея Ревых, который тоже специалист по личному бренду, у него и публикации были, он учит этому, и у него продуманная система, хотя она не на 100% подконтрольная, но он допускает некий хаос, он выглядит живым и харизматичным человеком. Наталья Закхайм — это инвестор, предприниматель и инфобизнесмен в хорошем смысле этого понятия. Не инфо-цыган, а инфобизнесмен. Да, и она действительно делает пользу своими программами для людей, и мы с ней когда-то даже начинали вместе работать над этим направлением, и я прямо с восторгом наблюдаю над тем, что сейчас происходит в ее работе, как это все делается. Хорошо, скажи, пожалуйста. Что-то у меня... А, нет, у меня был Андрей, я решила, что у меня одни женщины на уме, про личный бренд. С чем было бы правильно к тебе прийти и вот прям заранее подготовиться? Прихожу, открываю дверь агентства «Прусника», говорю, здравствуйте. У меня вот раз, два, три, четыре, пять. С чем нужно прийти, чтобы сказали, о, да вы самый правильный клиент. Вот вам скидка, потому что нам очень хочется с вами работать. То есть для начала вообще понять, что за бизнес, сказать кем... То есть сказать, какой бизнес? Какой бизнес? Какие бизнес-задачи? Бизнес-задачи. Возможно, про то рассказать, какие сейчас есть обороты, какие рекламные инструменты работают и как они отрабатывают, если можно отследить их эффективность. Это было бы вообще шикарно. И дальше уже по задачам. Возможно, мы кому-то скажем, что до личного бренда необходимо систематизировать вообще все маркетинговые инструменты компании, иначе там внезапный поток клиентов или запросов обрушит. Это же всегда связанная система. Если у нас на личный бренд предпринимателя придут толпы, а отдел продаж не умеет с этими толпами работать, то гнев, он придется на душу предпринимателя, а не на отдел продаж. Ну, честно говоря, я не уверен, что работа с персональным брендом приводит какие-то толпы клиентов. Она хорошо поддерживает, но все-таки там основной инструмент – это каналы, это работа с существующими клиентами, это расширение флук, ну и так далее. Это вообще очень индивидуальная история, потому что даже если мы возьмем одну и ту же нишу, там, не знаю, возьмем школу английского языка, которая работает три года в одном и том же городе, одна окажется сетевая, другая для детей, третья онлайн, и один предприниматель будет интровертом, второй экстравертом, а четвертый замужем, не знаю, предпринимательница за владельцем СМИ, и это совершенно разные предпосылки и ресурсы. То есть, конечно, всегда хочется, чтобы специалист пришел и сказал, вот тебе таблетка по личному бренду, тебе нужно принимать четвертинку, а тебе целую, и каждый второй день еще половиночку. Но так не работает. Если на уши отвалятся, а крылья вырастут. Правильно ли я сейчас услышал, что на самом деле работа с персональным брендингом может экономить маркетинговый бюджет? Может экономить. Может увеличить, даже при этой экономии, может увеличить, ну там, процентов на 20 продажи. Да. Ну и, наверное, это так от себя еще и повысить производительность труда в компании. Ну, это же HR брендинг, он тоже относится к брендингу, и когда мы ищем персонал, это тема HR маркетинга теперь, а не просто набор персонала откуда-то, и компания создает образ для всех целевых аудиторий. Целевая аудитория – это и покупатели, и поставщики, и собственные сотрудники, и партнеры, и СМИ, и правительство. И акционеры, и администрация города. То есть вся макро-микроэкономика нам важна в случае, когда мы говорим о маркетинге компании. А личный бренд – это один из просто сильных инструментов. Ну вот так вот на перечислении аудитории мы, собственно, заканчиваем программу. Дорогие друзья, просто хотелось бы немножко отрезюмировать то, о чем мы сейчас говорили. Я, собственно, и был вначале так убежден, но просто эта убежденность еще и сейчас повысилась, потому что на самом деле работа хорошая, правильная, грамотная работа с персональным брендом может и сэкономить ваш бюджет рекламный, и повысить продажи, и наладить отношения с партнерами, с сотрудниками. Дай бог, чтобы они всегда были прекрасными, но тем не менее, и это не просто популярный или это просто какой-то тренд, это реальный инструмент, которым можно пользоваться, надо только прийти к профессиональным людям и как минимум проконсультироваться, как максимум начать эту работу со стратегией и планомерной реализацией. Техи, спасибо огромное за участие. Надеюсь, что сегодняшние твои советы реально помогут людям хотя бы в обмысливании этого процесса. Спасибо большое за приглашение. Я думаю, может быть, можно упомянуть, что в… какой-то у нас был номер. Это? Апринский. Какой-то, майский, наверное. В майско-июньский номер. Что если кто-то захочет еще раз пройтись именно по алгоритму работы с личным брендом, то можно найти майский номер человека дела и найти там и пошаговый алгоритм от меня и полезные советы от моих коллег по отрасли, попробовать вооружиться, если захочется самостоятельно этой работой, ну, либо понять, как именно ее делегировать. Да, ну, я напоминаю, у нас в гостях сегодня с вами была Техи Полонская, основатель-руководитель маркетингового агентства брусника и самый ягодный маркетолог в нашей северо-западной округе точно. Я думаю, везде самый ягодный. Замахнусь на весь мир. На весь мир. А что? Почему бы нам не замахнуться на Вильяма нашего Шекспира? Друзья мои, будьте спокойны, здоровы, успешны в делах и продолжайте для своей пользы смотреть программы Медиаметрикс, Человек-дела, читать наш журнал. Дай Бог вам здоровья и успехов в делах. Спасибо. Продолжение следует...